Скелетон Кинг, король Леорик. Ранее известный и благородный рыцарь, этот человек был ввергнут в ад, где его терзали столетиями. Теперь Лицефер выбросил его обратно в мир живых, искаженного и безрассудного, известного как король Леорик, король скелетов. Теперь он шествует впереди, ведя за собой своих миньонов и окидывая каждого своим твердым и всепроникающим взглядом. Он несет в мир волю самого князя тьмы. Со своим магическим молотом, наносящим огромный урон, король Леорик представляет большую угрозу на поле боя. Его великий клинок позволяет ему и другим, находящимся в его присутствии, поглощать жизнь врагов. Говорят, что его невозможно убить, а удары его молота переживают единицы. Ты куда, брат? Держи. Опа, рез. Есть. Одного парня резнули. Он меня бахнул, молодец. Хорошо. Слушайте, ну это на вставочку по-любому, ну потому что такие, блин, такой геймплей это что-то новенькое и необычное. Меня невозможно убить. Говорят, его невозможно убить. Я тут один, да? Аааа, вот эти крипы, ну нормально. Всем привет, дорогие друзья. Что ж сегодня у нас гайд на Леорика. А это значит, что сегодня я вас научу нажимать одну кнопку. Целую одну кнопку. Вы прикиньте? Одна кнопка. Но это круто все равно будет. Друзья, сегодня мы узнаем, как работает у него Hellfire... О, ногу поправляет. Как работает Hellfire Blast, как работает вампирик Аура, как работает у нас Mortal Strike и, конечно же, от чего зависит и как правильно юзать реинкарнацию. Но она не юзается, она, конечно же, пассивная, все ее прекрасно знаете. Но есть тут свои нюансы, о которых я вам буду рассказывать, друзья. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Hellfire Blast. Я уже 13 минут пытаюсь рассказать, что такое Hellfire Blast, но ничего, я у мамы дурачок. Что ж, прокачали мы данную способность. Фот кей у нас Т. И что у нас она делает, эта способность, я вам сейчас расскажу. Ой, как, сколько раз я уже пытаюсь рассказать это? Ну да ладно. Смотрите, что у нас делает эта способность. Дальность применения этой способности 525 единиц. Это таргетная способность, которую легко заблочить линкой. Да и в принципе я вам расскажу, чем эту способность можно кайтить и тому подобное. Давайте сначала разберем, что она у нас вообще делает. Закидываем в оппонента. Оппоненту накладывается стан, дебаф, смотрите. И после стан он выходит, что-то чуть-чуть погорел, вроде был замедлен и все, и побежал. Что и как, чего и зачем и почему. Смотрите, после того, как у нас вот так вот оппонент застанен, накладывается дебаф, который замедляет оппонента на 20% скорости передвижения, при этом еще, еще идет горение в течение 2 секунд. То есть дебаф накладывается на 2 секунды. 2 секунды идет стан и 2 секунды идет дебаф на замедление скорости передвижения и, конечно же, на нанесение демэдж пер секунда. У нас на этой способности есть 2 урона, а именно инициал и дпс. Соответственно, инициал наносится сразу же, когда хеллфайер достигает цели. И у нас дпс наносится после того, как персонаж выходит со стана и убегает. Что ж, смотрите, по уровням прокачки все просто. 50 урона инициала на первом левеле и 15 дпс. На втором левеле 100 инициала и 30 дпс. На третьем левеле 150 инициала и 40 дпс. А на четвертом 200 инициал демэджа и 50 дпс. Ну, кд у нас 8 секунд и монокос 140. Кд, кстати, очень классный, потому что каждые 8 секунд мы сможем закидывать в оппонента такой станчик. И это реально круто. Эта способность у нас наносит магический урон. Магический, соответственно, на бкбшных юнитах работать эта способность не будет. Ну и что ж, друзья, по нюансам, в принципе, тут нечего рассказывать. Сначала прилетает в оппонента стан, наносится инициалочка и пошел. 20% замедления в течение 2 секунд и, конечно же, еще и дпс. Это очень круто. Касаемо того дебафа, который накладывается после выхода из стана, а именно замедлений и дпс, его очень легко развеять. Его можно развеять диффузой, можно развеять юлом или мантой. Да и, в принципе, касаемо кайтов этой способности, все очень просто, друзья. На бкбшных юнитах эта способность не работает. То есть, если у вас есть бкб, вас-таки кидают молот, вы юзаете бкб. Молот на вас этот не подействует. Соответственно, никакие дебафы, ничего на вас не будет работать. Ну и самое простенькое, простенькое, это то, что эта способность очень легко закайтит с помощью даггера. Она медленно летит, всего со скоростью 1000 летит. И спокойно хватит времени на то, чтобы сообразить и отблинковаться. Не говоря уже о линке, которая будет просто залетать в таргет. И, конечно же, первая способность у нас ничего не сделает против линки. В принципе, по этой способности, друзья, все. Запомните, что у нас тут имеется инициал дэмэдж, ДПС и замедление. Все очень просто. Сначала стан на 2 секунды, потом на 2 секунды ДПС и замедление скорости передвижения. На этом все. Поехали на вторую способность. Итак, друзья, вторая способность на нашем персонаже, это вампирик аура. Ход кей у нас В. Прокачиваем эту способность. Ход кей у нас В, опять-таки говорю. И появляется у нас такая вот аурочка. Видите, небольшая, даже приближу. Посмотреть на нее внимательно. Очень красиво выглядит. Такой лерик у нас становится. Неоновые фары. И, конечно же, это пассивка. К сожалению, раньше эту способность можно было переключать, вернее, к счастью. А, к сожалению, сейчас нельзя ее включать и выключать. Она у нас работает постоянно, эта способность. И чем плоха эта способность, я вам сейчас расскажу, когда она включена. Когда вы стоите на линии, на линии, то ваши крипы начинают отжираться. То есть, это вампиризм в зависимости от нанесенного урона. То есть, смотрите, по уровням прокачки все просто. На первом уровне 15% от нанесенного урона вы будете себе отхиливать. На втором 20%, на третьем 25% и на четвертом 30% от нанесенного урона вы себе будете захиливать. Причем, эта аура, она работает в радиусе 900 единиц и работает на всех. То есть, на крипов, на героев, на дальних, на ближних. Разницы нет. Посмотрите, у меня снайперы почуть отхиливаются тоже. То есть, вот такая вот приколюха, друзья. То есть, для того, чтобы держать линию, нужно очень сильно постараться с этой аурой как-то не пушить. Поэтому я иногда, если я хочу держать линию, я не качаю эту способность, я просто оставляю плюсики. Но если вдруг у вас линия очень тяжелая и вам нужно как-то хотя бы чуть-чуть отхиливаться и повышать шанс на выживаемость, то вам нужно, конечно же, подкачивать будет вторую способность. То есть, раньше ее можно было отключать, сейчас ее нельзя отключать. То есть, как? Отключать для союзников, допустим, раньше можно было, сейчас, к сожалению, такого делать нельзя. Эта аура работает на всех крипов, на всех героев, на крипов героев и, конечно же, позволяет отхиливаться. В принципе, более тут нечего рассказывать, просто вампиризм. Нанесли урон с руки и, соответственно, получите хил. На магию эта фигня не распространяется. Поехали далее. Итак, друзья, не упомянуло, к сожалению, на второй способности, что у нас вторая способность, так как она является пассивкой. Соответственно, Сильверейдж у нас отключит и вторую, и третью способность очень легко, поэтому Сильверухи нужно бояться. Но и то, что у нас вампиризм и, в принципе, у нас вообще нет орбэффектов на персонажей, поэтому можно будет что-то еще собрать дополнительное для того, чтобы отжираться с руки, чтобы быть более стойким. Поэтому, друзья, можно собирать сатаники и прочую всякую фигню. Ну и что ж, переходим уже к третьей способности, друзья. Блин, также еще у Иллюзии будет работать эта Аура, тоже не сказал. То есть, если у нас Иллюзии где-то там на конце другой карты, то, конечно же, Аура будет работать от этой Иллюзии. Ну и что ж, переходим к третьей способности уже, наконец, друзья. Третья способность это у нас Крит, который срабатывает с 15% шансом на каждом уровне. Причем у нас шанс одинаковый, но кратность вот этого критического удара будет выше. На первом уровне полтора Крита может быть, на втором 2.0, на третьем 2.5 и на четвертом 3.0 Крит мы можем нанести. То есть, давайте прокачаем, хоть кей у нас Е, не знаю, будет вам важно это или нет. Ну и давайте побьем у нас немного вот так вот Котла и посмотрим, когда же у нас вылетит Крит и как он будет обозначаться. Опять-таки, это все сельверухами отключается. Опа, Крит 132 вылетел. Ну, вы видели, вот так примерно это все работает. Давайте в троечку вкачаем, у нас сейчас 2.5 будет Крит. То есть, было 130 урона с Крита, а сейчас будет где-то примерно, ну, 250, я думаю, может. Ну, 220, да. Вот сразу заметно Крит очень большой становится. Но, опять-таки, это не уникальный модификатор атаки. Ребята, опять напоминаю, у нас нету орбоэффектов здесь, поэтому, поэтому вот такая вот у нас тема. То есть, Криты ему не нужно Лерику собирать. А если вы соберете еще Крит дополнительно к Лерику, то вы будете как, ну, не знаю, как бы вас помягче-то назвать, наркоманами что ли. Но они будут, тем не менее, стакаться, они смогут друг на друге вылетать. Но это не нужно, абсолютно будет, ребята, артефакт. Если там можно будет собрать только по фану и по челленджу, но вам я не рекомендую. А то потом, как обычно, какой-нибудь Высер будет писать, что я тут учу на саппортах собирать те ребилды. Да, то, что я говорю перед началом этой игры, что это будет фановая игра и так делать не нужно. На это всем, как так сказать, покакаться. Ну и что ж, друзья, в принципе, все понятно. Шанс Крит, до свидания, таверна. Ну и что ж, переходим к реинкарнации, друзья. Сейчас я вам расскажу некоторые нюансики об реинкарнации, друзья. Поехали. Итак, друзья, самый интересный спелл, который у нас тут есть на персонаже, это реинкарнация. Это, естественно, наш ультимейт. Этот ультимейт также пассивный, но его Сильверейдж не отключает, потому что перерождение нельзя отключить. И как у нас тут все устроено, я вам сейчас расскажу. Какие есть плюшки, нюансы. Смотрите, во-первых, что нам нужно знать, это просто перерождение. То есть, когда нас убивают, вот так вот нас убивают, убивают, потом раз, и мы такие, бах, умерли. Вот так вот рассыпались, но мы сейчас риснемся. После того, как нас убили, через 3 секунды мы возвращаемся к жизни. При этом способность улетает в КД. Пропорциональный уровень прокачки. Смотрите, у нас тут КД разное. На первом лавле 260 секунд КД, на втором 160 секунд КД и на третьем 60 секунд калдауна данная способность. При этом 160 маны нам будет требоваться для того, чтобы зареспауниться в месте, где мы умерли. И что ж, какие тут самые прикольные плюшки есть? Это то, что когда мы умираем, мы накладываем на оппонента в радиусе 900 единиц дебаф, который замедляет скорость передвижения на 75%, и скорость атаки на 75 единиц также у нас уменьшает. Длительность этого замедления 5 секунд. При этом, смотрите, это нельзя задиспелить диффузой. Это очень жесткое такое наложение. И Котл, смотрите, едва бегает вообще раз он и побежал. То есть, получается, в течение 5 секунд у нас все персонажи вот в этом радиусе 900 единиц очень сильно замедлены. Это реально годно, друзья. Ну и, в принципе, тут есть некоторые нюансы по поводу респауна. Если вы находитесь в каком-нибудь непроходимом месте, то, к сожалению, вы не сможете зареспауниться. То есть, вам нужно как-то, если вы застряли в текстурах, то вам нужно как-то выйти из этой текстуры. Вот, допустим, я знаю, как я это вам покажу, но это буду показывать, когда будем тестить Аганим здесь. И покажу, что в таких ситуациях, к сожалению, у вас не получится зареспауниться. Друзья, также, если у вас есть Аегис и хватает у вас маны на данную способность, если вы умираете, у вас есть тут в инвентаре Аегис и есть Реинкарнация, то первым делом у вас, у вас, конечно же, сработает ультимейт. А потом, когда уже у вас не будет срабатывать, ой, не будет хватать маны на ультимейт, то, соответственно, у вас сработает Аегис. Ну, а вдруг, если, ну, то есть представьте такую ситуацию, вы деретесь, у вас заканчивается мана, вы рисаетесь с помощью Аегиса, потом у вас хватает маны, вы рисаетесь еще и с Реинкарнацией. То есть, получается, у вас три жизни. Это реально очень-очень годно, друзья. Ну и что ж, вроде по Реинкарнации все, это дополнительный рез, плюс, когда вы рисаетесь, вы на 5 секунд всех замедляете на 75%, в МС и 75 единиц, в Атак Спиде, и, конечно же, имеется свой КД и свой Монокост. Самое время, мне кажется, поговорить о непосредственно ультимейте при Аганиме, и это реально очень интересно, друзья. Поехали смотреть. Итак, друзья, приобрели мы себе Аганим, и что у нас делает Аганим? Я вам сейчас расскажу. В радиусе 1200 единиц у нас есть возможность отложить смерть на 7 секунд наших союзников. То есть, если в радиусе нашей ауры кто-то умирает, то, соответственно, он становится духом. Духом, который может юзать все так же, в принципе, и потом через 7 секунд умереть. Это очень прикольная тема. При этом наши духи, они, знаете, как прикольно у нас это работает? Мы не можем отправиться на Reaper. То есть, это реально годный такой сейв против Некролайта, который реально жестко помогает засолить. И самое прикольное, что у нас тут есть, это то, что когда мы этот Аганим выкидываем, в принципе, он нам эффектов никаких не дает, но у нас на Лерике это все работает. То есть, посмотрите, аура на союзнике есть, у нас нет Аганима. Мы подходим, опа, аура загорается. То есть, в радиусе 1200 этот Аганим продолжает также работать. То есть, мы подобрали, и вот эта тема у нас уже работает. То есть, ребята, это такой, скорее всего, баг, но об этом по секрету я никому не говорил. То есть, вы можете купить Аганим и продать в случае, если вам нужен дополнительный слот. Ну и что ж, друзья, самое интересное в механике работы вот этого духа, это то, что вы можете пользоваться отдельно вот этой темой. Так что, допустим, если у вас не будет маны на реинкарнацию, то у вас может быть такая возможность, что вы сможете риснуться немного по-иному. То есть, я сейчас, по идее, ну сейчас у меня Аегис, давайте сделаем вот так вот, кикнемся. Так, давайте вот это заменим немного другим дэмэдж артефактом. Давайте немного вот так вот сейчас помехулюем. Минус итем, окей. И пропишем, ребят, и 197. Все, хорошо. Смотрите, что у нас произойдет в случае, если у нас нету маны и мы превратимся в духа. Сейчас я вам покажу, как можно немного перевернуть респаун на Лерика. То есть, смотрите, у нас нету маны и мы умрем, если сейчас, опа, нас, так сказать, отправили в загробный мир. У нас есть 7 секунд. И если у нас мана появится на респаун, то мы сможем спокойно риснуться после вот этих 7 секунд, которые у нас были даны на то, чтобы уже умереть. Когда мы находимся в этом духе во время Аганима, то нас ничего уже спасти не может. То есть, вот союзников вообще ничего не спасет. Ни крест дазла, там ничего вообще абсолютно. Даже, причем, если вы, так сказать, играете на менюре, вот есть такие вопросы, на менюре вы играете, на вас действует эта аура Лерика с под Аганима, то, к сожалению, вы все равно засуицидитесь и в духа не превратитесь. То есть, там нету такого дазла, крест также не спасает от суицида и прочей всякой темы. В общем, Аганим очень, очень прикольная тема. Будет такая игра у нас с Акторином, с Аганимом. И я считаю, что, наверное, это будет годно. То есть, смотрите, вот, опа, и подохли. Но, к сожалению, это сейчас не должно было так сработать, я должен был отправиться на респаун. Это из-за того, что меня, так сказать, я сам себя кикнул. Друзья, в общем, касаемо этого гайда, который у нас сейчас вот идет, мне кажется, игры будут очень интересные и, конечно же, надеюсь на то, что вам понравится. У нас тут игры будут, знаете, классические. Мы пойдем в обычного керри, потом пойдем через Акторин и Аганим. Посмотрим, насколько это годно. То есть, попробовать воспользоваться этой темой аурой в 1200 единиц. Посмотрим, как у нас персонажи, наши союзники будут на это реагировать. То есть, большинство ребят вообще не понимают, на самом деле, не вкуривают, что происходит. Почему они 7 секунд еще являются какими-то духами и вообще, что происходит. Поэтому, друзья, постараюсь сейчас сыграть такой геймплей и показать ребятам, как это все работает. Но это реально работает интересно. То есть, допустим, вот убивают у нас тут. Опа, убили у нас, да, минус и темп Аега. И вот сейчас, по идее, он не должен умереть, он должен уйти в Аегис. Да, все очень просто. То есть, допустим, есть даже шанс. Опа, вы там в рожь пить и деретесь, да, вы умираете. Опа, Егис схватили, выжили. То есть, может быть такая вариация. Может быть такая, как я вам показал, с нашим прекрасным респауном. То есть, допустим, вот у нас опять-таки показы, ребят, нас опять, смотрите, убивают. Опять Лерика убили и он такой, ай-яй-яй-яй, сейчас я умру. А такой раз у него рез откатился и есть мана. И он риснется с помощью нашего Аганима. То есть, это такая контра против персонажей, которые высосать могут у вас ману. А вы можете такие, опа, умерли духом, убежать куда-нибудь подальше, манку чуть восстановить и риснуться там. То есть, получается вот такая вот контра персонажей, которые будут у вас сосать ману. То есть, в течение 7 секунд вы сможете все сделать. Что ж, друзья, на этом все. Поехали смотреть геймплей. Надеюсь, сейчас что-нибудь прикольное замутим. И, конечно же, пожелаю всем приятного, конечно же, просмотра, друзья. Спасибо, что смотрите и ждите новые видосы. И, кстати, скоро по рубрике 1 на 1 тоже будет все очень сочно, друзья. Будем делать, делаем. К сожалению, я не могу быстро делать эти видосы, потому что, во-первых, они требуют, ну, много времени по монтажу. Ну и, конечно же, рендеры, всякая запись туда-сюда. И в совокупности выдает такие большие часы ожидания данного контента, друзья. Поэтому все, друзья, поехали смотреть геймплей. Опа! Загрузились мы, друзья. Что ж, у нас тут XL-ка. И что мы будем делать? Что мы будем делать? Фарм. Иду. Фарм иду, друзья. Баним кого? Конечно же, баним антимага. Баним Леона по возможности. Успеем, наверное, прокликать. 12 секунд у нас есть. Пинерно прокликать. Леон у нас за нежить. Нежить, нежить тоже. Леона, я не могу предложить бан уже. Так, и поехали. Поехали. Что мы будем делать, друзья? Фирспиком мы брать не будем. Фирспиком брать не будем. Фирспиком брать не будем. Подождем немного. И все будет хорошо. Что у нас боится вообще Леорик? Леорик, конечно же, боится всяких монососов. Там манта, диффузы. Это очень страшно для него. На ранней стадии это очень-очень страшно. Он сам себе ману просаживает. И, в принципе, и так, и так. Можно его очень легко законтрить. В 5 на 5 он, в принципе, Леорик хорошо контрится. Госты, там, Юла. То есть, все, что не даст ему атаковать, это его убивает. То есть, он не может отхиливаться. Он не может относить урон. И все. ГГ. ГГ Леорику. Ну, вот взяли сейчас Мартретку. На Мартретку нам вообще, в принципе, нечего бояться. Мы правильно соберемся и начнем душить. Все. Можно брать уже, ребят. Брать уже. Я керри возьму. Я керри возьму. Мне все равно. Поехала. На топе фарм. Все. Поехала. Все, Леорика, да, куча. Но у меня гайд, мне пофиг. Нет вариантов. А так, смотрите по пику. Я сразу сказал, я пойду на керри. Парень. Негодование отставь. Ты тупое дерьмо. Я понял. С этим человеком нет смысла разговаривать. Посиди. Тупой. Фраза видна. Как определить, человек тупой или нет? Вот так вот. Поехали. Закупаем. Вот такой билд, если что, можно нам пригодиться. Возможно, через соул пойдем. Не знаю, посмотрим. Возможно, через соул. Смотрите, там очень неприятный пик. Там клокверк. Пассивный демедж. У нас тут есть какой-нибудь пассивного демеджа? Я тут сильно не наблюдаю. Я только первый спелл клокверка. И хз, хз. Умир. 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 Он не стример. Так, ну что, легион лесной, конечно же, будет. Оставляет нас на топе соло. Если будет клокверк стоять, и висп с виспом будут проблемы. А с клокверком, в принципе, проблем не будет. Че на первом левеле вкачать? Конечно же, стан. Стан вкачали. Пятку проиграли. Все. Запоминайте. Пошла с рефрекшном танчить. Знаете, если нет, там бил, что-то там в Блэйд оф Атаке, что-то респи в Рейсбэн. Прикольно будет, слушайте, вообще. Мне нравится, мне нравится. Кинни тут будет сейчас пытаться руну забирать. Но я думаю, будем фри стоять на топе. Через что будем собираться? Соул. Соул тут, в принципе, не нужен. Я вижу, что никто нам ману тут стягивать не будет. Соул. Ну, можно соул брать на Харос для лайнинга. Опа. Вот с клоком уже будут проблемы. Клока не. Клока-клока. Клока-клока. Все. Как хорошо, что клокверк пропассивничал и не стал бычить. Не стал бычить. Это, это такое. Так, виспа у нас тут гоняют, ребят. Но алхимика есть, сапог. Это, кстати. Ой, замедление на одну секунду прилетело. Но успел Некролайт у нас отдать одну тычку. Нормально. Я чисто Лего меня сейчас будет хейтить. Пытаться забирать, фармить. И фарма я тут не увижу. Ну, потому что Легион какой-то, ну, глупый. И пытаться будет делать все назло. Это очень плохо, когда вот такие люди в играх попадаются. Плохо очень. Пусть лес свой идет. Я без щита, это плохо. Надо щит будет докупать сейчас. Щит надо будет докупать. Потому что висп не даст мне спокойно стоять. Он будет тычковать. Обычно висп на это дело и берут. Все, взяли мы щиток. Нужно будет брать сапог от Клокверка. Потому что Клокверк будет напрягать. Он просто будет нажимать первый, бежать, закрывать в Коге. Меня будут убивать. Линия такая. Без саппорта будет. Будем стараться быстро выфармливать. Тупо, ну, торопиться. Потому что по-другому я тут не вижу варианта. По-другому я тут варианта не вижу. И нужно линию постараться на себя перетянуть. Вот так вот примерно. Но сейчас заберут деда, да? Пусть. Невелика потеря. Сапог надо. Сапог надо. Висп идет, шарами светит. Шарами. Хорошо. Нам главное в 53 крипа уложиться. В стандартных, ребята, и все будет пушечным. Но этих шаров я по-любому не избегу. Не избегу. Невозможно будет их сбежать. Будем аккуратно пытаться. Оставляем плюс. Я пока не знаю. Хотя мы сейчас под тавр будем уходить. Давайте возьмем под хил. У нас тут сапа нету. Сапа, ну, скорее всего, даже все равно и не будет. О чем речь? Это лоу ПТС. Тут все агрессивные. Все мамотрогатели. Одного уже сегодня мамотрогателя проучил. Просто сидят ребята. Балаболят. Надо как-то это, ну, пресекать. Почуть хотя бы. Уважайте друг друга. Блин, в играх будет все нормально. Все будет хорошо. Сапожок нужен. Сапожок нужен. Но фарма я тут пока не увижу. Сапог нужен. Сапог. И у него столько мало хп. И вот тут две тычки, ему гг будет. Ну, две тычки ему будет гг. Виспу. Хил. Вот, хорошо. Вот, хорошо. Вот единственное, что мне сможет ману сжечь. Хоги Клока. И то. Берем крит. Найс на левеле будем тут. Ребят, кошерно. Я не пожалел, что сейчас щиток взял. Потому что по тавру меня гонят. Почаны. По тавру. По тавру будем стоять. Ну, хорошо. Фарм есть. Можно поесть. Почему нет. Агг ему там. Его там толпой убили. Толпой убили. Хорошо. 53 крипа сделаем. Будет хорошо. Армлетик. И пойдет. И пойдет. Хорошо. У нас скиллы развели. Я сейчас скажу и сдохну. Да, я не могу ударить даже. Посмотрите, насколько все плохо. Насколько все плохо. Так, висп подох. Это радует. Я даже не могу кого ударить. На то. Настолько сильно. Ракеты душат первые. Можно пт-шку взять. Толпную. Пт-шку. Стик тут нужен желательно. Хотя пока. Чилим, курим. Шестой левел есть. У меня есть только на стан. Либо на рес. Как правильно пользоваться ресом? Ресом вы пользуетесь тупо за счет того, что... Вы можете разменивать свою смерть. На смерть оппонента. И так перефармливать. Но это по сути как бы ну... И так банально и понятно. Банально и понятно. Можно так тупо делать. Можно в драках фармить. Тупо вы подрались. Деретесь. Все у вас хорошо. Перефармливаете. И круто все. Он себе принес. Ресипе чего-то там. Хорошо. Крит точка маму. Можно по чуть прогонять. Пользуясь тем, что я близко к таверу. Стою. И могу себе позволить. Пычкование дополнительное. Что я качаю? Макшу что я? Я макшу стан. Говорите что хотите. Но максить стан это прикольно. Дэмэдж есть. На то чтобы вносить. На то чтобы вносить урон. Хорошо. Все круто. Тинни там доминирует. Тинни не люблю из-за того, что он, блин, неприятный герой. Проказ там все хп уничтожает и все. Так, что берем? Конечно же берем пол армлета. Вот так вот. В армлет будем выходить. Клок, а совсем ничего нету. Если сейчас ошибется, чуть-чуть можно будет. Слишком далеко. Крипов очень много. Можно было задушить. У меня левел очень высокий. Очень высокий левел. Ну, соло стою. Это радует. О, все. Началось. Когда-нибудь я запишу гайд, где игра 5 на 5 полноценная. Я, наверное, буду очень рад. Потому что это, блин, достало уже. Поехали. Поехали. Ребятки заходят, начинают лагать. Печалька все это. Хорошо. Приток раскачиваем. Сейчас уже армлет будет. А, ну, мне дайсу взял. Сгорит на работе. ТПСиком. Пройдет. Есть армлет. Гоу, два манго. И поехала. Главное сейчас не умереть, когда маны нет. Пусть придет какой-нибудь тени. А на низу должен быть он. Армлет уже летит. Одно манго заюзаем, одно оставим. И все. И в леса сейчас можно будет еще нырнуть дополнительно. Когда у нас вот так вот линия уже выформлена. Хорошо, нас оставили так на фулл фри. Это, в принципе, напоминает, как в топ-тб играют. Оставляют керри на фулл фри. Абсолютно. Хорошо. Одно манго в топку. Можно побить пацана. Пойдет. Парень в шоке. Крит раскачиваем просто. Все будет пушкой. И не пришел. У него даггер. Круг как слила. На хг поднимаемся. Хорошо. Откинул просто. Молодец. Молодец. Заши его. Хорошо. Есть рез. Вот этого пацана, конечно же. Сначала его. Не-не-не. Там он уже. И нища. Подходит. Нормально. Но рез разменяли. Этого достаточно. Хорошо. Взяли пт-шку. Еще мангусик можно взять. Стики. Стики можно взять, ребят. Не забывайте. Я вот, допустим, вышел с фри-фарма. Я не вижу, что мне тут сейчас стики нужны. Пока что. Сейчас тимпайты пойдут. Я докуплю. Но на ранней стадии против Клока, который просто стоит, ничего не уязает. Я не вижу смысла тратить золотишко. Аккуратно выформим. У нас хороший артефакт на девятой минуте. Крит раскачали. Побежали. Идем реза. Сейчас дайгернекс там можно сделать. Квыкли. Говорит. Льорик там. Ой, Льорик. Найкс. Долгоповый. Сделаем вид. Окей. Отойти. Отойти. О, на топ. Опасно. Ракета меня может убить. Надо постоянно вармлять и держать руку. Включено. О. Это называется... Я бы просто здесь вставочку вставил, как чел берет и ком выкидывает в окно. Но вы сами так все поняли. Причем все, больше лагать не будет. Вот я вам отвечаю. Вот я даже вот написать хочу. Не поверишь. Залагалов. Потому что там в такой ситуации умереть невозможно. Зачем ты ему рипера? Вот сюда надо было рипера. Пойдет. Пойдет. Это жесть. Это смешно просто, Рилли. Так, сфидить. Так, сфидить. Тот самый момент, когда у тебя действительно были лаги. Так, таггер хочу. Вполне вообще можно сделать. От last. Амармлед. Вряд ли убьем. Можно попробовать. Да не. А это же лажа получится. Повезло. Повезло. Я еще два хелфа без переключенного ПТ. Откинул. Это плохо. Сам себя без маны стал. Там такие критические ситуации, где некогда. Некогда переключать ПТшки. Ракета прилетела. Так, что у нас? Видели тут? А, это Висп. 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 ТП-6. Эти рот закроем, пацану. Вообще, жесть. Как хорошо, 66 мунтов. 6 мунтов. Хорошо. Так. Поехали у нас на топе. Марита там. Там еще и Клоквук. О, Сентрички подъехали. Привет. Называется Каточка. Сентрички тут. Сентри здесь. Давай. На самом деле у нас все плохо, да? Алхимик 04 бегает. Гамит. Говорит. Гамит. Я бы, блин, Радик выформить, было бы круто. Раденц-то круто на Лерика. ПТ. Ловкость. Хорош. Я пока не могу ничем помочь. Дай дуэль. Она наплинкуется. Рак. Вот, ну, сложно, да, дуэль дать? Просто глупышка. Только что упустил, пацана. Сразу не дал дуэль, отпустили. Я бы там еще хеллфа и простанил. Эх, видели, что Легион делает? Вот такие вот люди в чате. В чате всегда такие. Я про, я про. А сами видите, банально не могут даже одну кнопку нажать. Так, ну, у меня есть трес. А он один тпшится, да? Гоу. Хорошо, сфидел. Парень. В этот раз я не сдохну от ракеты. О, там, не аккуратно. Ладно. Я умру, тыщут еще раз, да? Туда и откинуть. Река есть, но я тут, скорее всего, умираю. Не лаги так, тупняки в голове. Ладно, окей. Но Тинни бы, блин, сейчас этого не сделал, если бы он убил его дуэлью. Ну да ладно. Было 3к у нас, ребят. В принципе, можно выйти в Сакрит. Сакрит, Дайгер. Так как мы фармим и не деремся, можно сделать такой билд сейчас. Так что давайте попробуем добить. Тут чуть-чуть остается, на самом деле. Ля, обидно. Мне сейчас очень обидно, что меня вот этот висп сейчас, иллюзия, просто добило. Это смешно. Профессионал, КЗ-КЗ вон сидит. Профессионал, на Тинни две кнопки. Когда уже разучатся на этих героях играть? А, у нас же есть же Радик. Точняк. Тогда Дайгер берем, ребят. Фарм отменяется через Радик. Второй Радик мы делать не будем. Сейчас ТП сделаю, бро. Держись. Он у вас с тобой забрал, все ясно. Ну, окей. Окей. Так. Ну, не можно сделать. БМ вообще тут бы хорошо бы зашел. Там тоже, вот, пассивный демод сейчас от Тинни идет очень сильно. Драться, как мужчины. Вот и все. Мужчина победил. Женщину. Так, только вот без этих вот всяких там. Это в игре так все. Красиво и понятно. Мартретка. Отлетела крип на 500, вылетает. Там уже страшно вырубай. Хорошо. 15-й левел, ребят. 16-й как можно. Скорее выфармим. Будет все хорошо. Хорошо. Там еще Найк сколотит крипов. Хорошо. Отлично. Го. Простелаем. Пропусти. Пропусти, братец. Пропусти. Пропусти. Хорошо. Окей. Ждем. Сейчас, скорее всего, либо с Лериковой, с Лериком, с кем-то. Че ты так рано нажимаешь? Рано зачем? Пресс есть, главное. Главное, рез есть, можно не бояться. Следите за маной строго, ребят. И все. Заманой строго. Все, 16-й имеем. 16-й имеем. Так, 2600, 2800. Надо нам. Рейдж будет нажимать. О, все, это гг. Так, надо отойти. Маны нет, но выдержишь. Но сейчас накопится. Сейчас накопится. 160. Возвращаемся. Выфармливаем просто. То есть, ПТ на ману. Фармить. Все убьют, не страшно. Есть трес, можно воспользоваться. Он, скорее всего, сейчас и будет убивать меня. На тени. Да пофиг. Пофиг вообще. А какой дерзкий. Крип. Чисто дерзкий крип. Мамаднес собрал на этом. На найксе. Если я сейчас баш соберу. Кирасу. Ой, как ему будет плохо. Абисал тут по-любому будет. Я планирую сейчас молнию взять. Молния хороший артефакт. Атак спид нужен. Потому что через молнию или Орик сам а то. Берем. Продаем сейчас щиток. Возьмем дасты, ребят. Дасты возьмем. Го. Гоу, дасты. Дасты, гоу. Вот так вот сделаем. Пэшечку. Все, хорошо. ПТ обузим, все хорошо. Будем обузить, будет отлично. Гоу на топ. Рес есть уже. Ресом мы воспользовались. Вторую ТПшку в магазе там возьмем. Идем сюда. Валимся пока что. Найкс хоть быстро бьет, но он развалится. На изи. Форс. Форс там у пацанов. Леорик такой. Автотачер тоже сильный. Ага, все, химик допрыгался. Химик допрыгался. Критуля вылетела, да, ребят? Однако. Криты от Леорика это, парни, шутить не надо. И шутите лучше с Леориком. С его критами лучше не шутить. С критами Леора лучше не шутить. 2-300 имеем. Найкс, но нету ТП, нету ТП на Т2. Я заберу вот этот Тауэр. И влечу Т2. Еще. Обходит. Эх, еще крит бы. Да ладно, деремся. Хорошо. Еще раз. Ммм, печально. Хорошо. Хорошо. Отлично. Расконтрили. Все-таки вышли сухими из воды. Это хорошо. Это хорошо. Так, что берем? ТПшечку. Помогает там. Форсик, конечно. Подсейвил очень хорошо. Но Легион вообще без головы, ребят. Но покупать Лотар. Никогда не берите Лотар. Лотар уже берется в самую последнюю очередь. Если прям вот, ну вот, что-то новенькое надо принять. Ой, да дай ему дуэльку. Рож. Он сдохнет, да? Ай, Легион. Ай, Легион. Без БМ. А зато Лотар. Зато Лотар. Пацана. Блин, собака достала. Гавкает. Зато Лотар. Хорошо, молнию. Сейчас возьмем. Блин, даст бы в помойку. Ну давайте ТПшку. Принц. ТПшку потом докупим. Там химик очень далеко идет. Очень далеко. Сейчас его тени будет принимать. Ах, тени в таверне. Это пастана, откину тебя. А-а-а, вот эти крипы, ну нормально. Крипы. Ах, эти крипы, крипы. Ля-ля-ля-ля. Побоялся там уже переармлечь. Надо было попробовать, что я терял все равно. Боялся. Ну что ж, чуть-чуть пассивничаем, потому что нам нужно рез откатить. Еще 30 секунд. В следующей минутке будет у нас уже респаун. Пашар надо взять и наикс просто проигрывать будет на изи. Он меня за рейдж не сливает, это было достаточно. Ах, эти крипы, крипы. Крипы, крипы, крипы. Хорошо. Все, ПТ-шку на силу. Походите, крипы, 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 крипы. Сейчас рошу пойдем. Я уже атакс пидом. Да, да, дайте куру. Ну что, летело уже почти. Ты застанешь меня? Все, рез. Рьюз. Я буду драться, как мужчина. Оуу, как мужчина. Меня сейчас тут лицо сломает. Гоу. Пофиг. Казай, ну они тут пятером были. Страшно. Алхимик убьет сейчас. Алхимик, если запрыгнул, он боится, боится. В рожь пить надо было прыгать. Эх, ну найк загрызет. Загрызет найк. Загрызет. Блин, надо сентри против Тинни. Загрызет. он химик дурачок сейчас то что сделал осуждаю парень 11 раз видел горит и не хочу так молодец light сильный барсук какой-то и не на пазу полетел так башер ребят башер кираса если башер кираса будет макс будет не проигрывать уже в дуэлях вот тут мкб еще надо кираса обессал мкб некуда да кб уже будет правном кб будем докупать давай 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 проходи кого выбраться дуэль подаваем рейдж долго когда второй раз убиваем короче вот тебе весь найкс подавил мне кнопки ах ты криса я знаю что тут лего рекой леорик от тени боксер тут одной печки нет смысла его пытаться убивать сейчас улетит а вот этого пацана можно есть башер 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 есть можно поесть сейчас найкс уже будет очень плохо он и так уже принципе найкс теряется из-за критов по 3к криты ой по 3к 3 в трехкратные криты вылетают по 700 на такой стадии найкс не терпит их тем более маднес найкс это смешно хорошо такой билд опасно у нас получается забавная игра тем что очень сильно фидим а на рейсе на рейсе играем видите мы умерли всего три раза но это то это мало все равно ой мало это много то есть три раза умереть это много все равно много много умереть это три раза и не зацепить убьем его одно знал бы радик сделал бы что алхимик такой фидерский у нас очень страшно пт на инту носишь переключаешь не забывайте переключать пт на инт многое решают на самом деле у вас маны будет намного больше кидать будете не 3 молота 4 в среднем хорошего арт вот это кстати но его нужно вот сюда поставить будет тоже самый эффект будет хорошо тяжелая катка такая 22 на 4 тени там но он овнет чисто рак и офф убивают кстати один раз я же умер тупо из-за того что у меня залагало надо эту тему держать маднес это плохо не знаю зачем ты маднес собрал еще и найкс я не буду помогать это может быть чревато потому что никого рядом нету а топ через лес и раз у блин еще хочется мкб описал кираса вот такие артефакты если сделать будет круто мкб описал кираса мкб описал кирас было бы круто но долго видеть долго уже какая 31 минута недобор по артефактам жесткий потому что не деремся мы мы не деремся мы тупо фармин 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 еще раз фармин тоже там найкс уплотняется с найксом потом слева из и не будет проблем потому что я буду без блэкинг бара вот очень плохо потому что тени будет ваш отправлять постоянно хорошо 2 400 имеем ответов не надо там дефиц она я курашка я будем дефицам ланая у нас 113 13 химик 113 ланька только мы тут закаленные леорики только живые не видим хорошо 2 800 имеем скорее все кирас надо выформить до 2x там внутри попробуем спа пока он там посредоточен сам тут хочу будет нету есть понял хорошо это и может их им выиграть то что у них там есть какая-то синергия парни соображают к утюжку возьмем найкс мкб собрал против алхимика промахов с радиком чё парень чё парень башер можно башер можно говорить а тпшки нету астам начнется у у у у у у у у у п за хрена чем есть с 1 чубик нужно действовать правильно а наш клиент будет два раза давайте ваш серьезно давай давай раздамаживай тебя и тебя вынеси вот и все вот и все кирасов студию вот и все вот так надо вот и все едва можем легион со фидит эфи и раз и есть можно поесть по лесу пройдемся как раз рез будет отлично да у тебя кура вот артефакты мои выложил сгорит хорошо передобрали еще одного денежка тоже нужно ребят апт на ловкость так есть кираса хорошо нас сейчас будут меньше пробивать нужно добрать обисел и мкб будет вообще сок просто а вот так вот будет сейчас постараемся же табр забрать будет прекрасно будет хорошо корик это чисто машина что машина все парень поматерил всех или white молодец ребят запоминайте ники вот эти 8 7 7 8 3 6 6 6 8 6 6 изи чисто наверх и б и 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 а с радостью его кикну просто а реконект понимаю мкб нужно ребят сколько тут 1000 до 3000 нас есть 3 300 3 300 9 8 7 6 5 4 2 да успел отсчет работает когда сам считаешь тоже примерное время я считал даже так вот напишем когда время примерно в отсчете голове держишь сколько у него дтпшки это нормалек мкб сделаем сколько 1000 до 1700 имеется да там пацаны разорвали неко у меня с дабл дэмэджем разорвете товарищи давай давай не получается что то как сейчас бы даст и лазничка давайте армлет помойку армлет помойку армлет помойку я там мог стать перри армлетить и стала поймать перри аек лай все пт вот так вот так хорошо хорошая катка начинает набирать обороты башка есть можно поесть крипы на дугу на низ на низ как раз будет рез а там уже некуда идти да не все надо нкб есть можно уже не бояться мартретку а вот т2 смело мне кажется есть рез будем сейчас пользоваться можно сатаник докупить тут видите абиссал даггер даггер видите даггер очень сильно помогает в этой карте 5 на 5 даггер это то что нужно поэтому даггер нужно ценить и любить как мать держите в курсе любите даггер как мать и 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 нажимай к нажима к бкб к я буду драться стану хорош я умер скорее всего ах эти баши не подержал чуть подольше склянку чатка я ббк отца не буду найкса я могу убить блин тени когда башит это жесть неприятно бкб не хочу делать найк скрип обессал надо что-то делать там найкс может 2 напрячь убить его почему нет два раз пошел боится не умеет на ухимики играть правильно ну побаивает части него убьет тебя тени убьет брат уходи немного такое и даггер не хочу менять но даггер можно на сатаник тупо будем таким роботом часу значит скорее все так и сделаем сиглась игра сильно затянется даггер я можно будет пт-шку заменить на сатаник хотя лучше даггер пусть мог спит будет там travel докупим если что но игра будет походу еще долго я посмотрим что у нас будет получаться тяжело тяжело драться тени третьим спеллом очень много солид плюс тос он еще протягивает я не могу разделить дэмош вот этот как-то разделить это дэмош не могу то есть он тос этого ланчки гг направь на него иллюзии все и беги в сторону и гг все гг алхимику это мой мидер 416 ладно так ну что убираемся 40 секунд байбек я не буду вязать еще есть кнопки они не запушат если нажмет бм и до рейджа нажмет кнопку просто если до рейджа и бм все нормально б 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 ой рипер полный хп куда ж ты так некр братец но на тебя надежда что-то единственный кто тут что-то соображает еще эх но не крылает сам по себе такой герой который знаете особо ничего не нужно делать и ты выигрываешь за счет второго и за счет жесткого хила да и принципе герой сам по себе очень такой крепкий и он очень нравится так ну что реснулись мы друзья погнали надо делать вещи делать вещи лайк сабы поймать еще обисал надо сделать ваша у нас просто есть описал то намного круче на пятерку поставим красава не кордит хотя бы хоть что-то хоть что-то похода умирать будет донико если хукшот нет если бы хорошо нам опасно сюда вдвоем эти наса б б б б не не один а там будет хорошо лучше вместе так увереннее круче перед не круче там он кто-то по лесу ушел только что и айкс на эксапы башки эксапы башкой так 2 700 имеем 2 900 можно если вы форме обиса будет очень хорошо писал вы форме будет очень хорошо попробуем выформить ребята там вниз аккуратненько подпушим сейчас если они будут драку делать то скорее всего они потеряют в сторону как марита вижу мариту вот так она к нам идет или нет у сюда не в перехват хорошо давайте башеров побольше она из ваш вылетел ну крит можно еще спасибо 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 товарищ леорик так настиника забрали это хорошо я метод дефо и возьмем сейчас сокрыт для обессала хорош ушел лично поехали центральную смело можно 110 секунд тени он на ри перри это гг стороны го я мартретку убил спокойно то есть обессал сейчас вообще можно будет прыгнуть смело кило любого найкс они на ваще пофиг с обессалом вы становитесь совсем другим персонажем сейчас просто посмотрите сейчас тык убили полин а чаш такое я не буду сало прыгать либо подойдут прыгну я тут умираю в рез рез умираю пошло давай 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 отчет давай оля какие баши а еще стану да я бы убил его просто вот клоквер помог хз зб клок этот помог убил бы я его на изи просто мне там нужно дать один удар его застанет и все я просто отхиляюсь найкс молодец конечно но у нас другие ребята фармят сейчас было тени минусом но это тяжело на самом деле на это надо мне короче искать позиционку тупо искать позиционку и нападать на найкса получается так если не могу в открытую драться его подсейвливает а у меня некому подсейвливать никому никому пейте айкса если он нажмет бм он не вытянет столько дм6 и под пресс-атак зайдет нажмет пресс-атак я не хочу байбэк жать вообще не хочу тэфайтесь тэфайтесь байбэк не буду жать 30 секунд алхимик стан сейчас уйдет просто вечность все помоги ему пожалуйста ой выживает ой молодец еще клокверка разбирает на развороте отличная дуэлька как же повезло сейчас алхимику что он прожил обисован там он не протянул продолжается драка найкс у нас будет скорее всего пытаться убивать еще алхимика но алхимик ага там бегать тени так на 9 секунд 3 слива река но не должен не должен спушить black backdoor система заработала у нас хорошо 3 секунды я рисаюсь и поехали хорошо поехала 3 секунды я риса и сразу запрыгиваю ему оби силы простанивая их подкинул да серьезно все на рипера вот тени руинит когда погнали низ вот причем меня бить собрался стану ему дам смарт-рэдка драка хорошо рез даже не выбили и стэф ну вот так там не только низ дэф там еще и фраг заберу пинка хорош не они не должен сбивать окей сбил хорошо 60 секунд 46 13 все хорошо линка линка вот это контроль уже молодец сообразил так ну что ж ребят игра начинает набирать свои обороты интересный обе слонета я бы убил его из клуба описан описание он думает он неуязвимы данной ситуации поможем иду идут вся таки хватило там урона перетонуть с херстопера погиб осталось нам еще знаете что сделать блин вот от найкса конечно надо чё-то я не хватает армора еще крипов тут толкнем он под рейджем может меня убить я не хватает выживаемости вам очень сильно мешают оппоненты и к форсить можно еще клокверка будет убить кого-нибудь любого часа писал как раз лего сыр олег там будет рез есть хорошо а можно кстати аганим купить и продать еще дополнительные 7 секунд можно но его убьем через описал а то даже через стан через обычная же убьем линки нет на из линка откатится когда он прилетит крипов разбиваем сразу чтобы он не улетел на тизере чапки пушить в сторону и она их постараюсь зацепить крипов давайте сначала зашел оби салона кинуток черты бегаешь сейчас там же поймаешь будет баба чё бегаешь стан поймает будет баба беги 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 ребят но такая вот потненькая к . у нас на леорике получается хорошо можно еще гиперстоу надо купить отлично три стороны чё у нас получается 418 318 ребята отыграли но тем не менее и смотря на этот когда мы эту игру выиграли мы эту игру выиграли огромное спасибо тут некру некор многое сделал некор многое сделал и гг и гг молодец некор гг гг спасибо друзья всем кто посорил тукатку спасибо за лайк но в принципе вот такой вот первый геймплей у нас получился лёгий файтер next в принципе можно будет собраться через next может собраться либо через радиенс либо через акторин либо через аганим это тоже будет прикольно будем быстро рессации но это будет уже наверное четверка позиция тут мы сыграли на роли керри ребятки и принципе игра вроде получилось хорошее затащили но было немного нервно поэтому друзья поехали next в так что загрузились мы братцы поедем сейчас через акторин аганим пофанимся немножко но и не знаю три игры на леорике делать ну какой смысл хотя хотелось бы конечно через радиенс там вы фармить но мы сейчас скорее всего пойдем через радиенс и выйдем в акторины в аганимы и прочую всю вот эту тему друзья поэтому так так смотрите как резко у нас 4 пика санткинг там иншокеры поехали а парик берем c вот так вот и погнали регион ты лес просим у парня пойдет он лес или нет я линию хочу поставить линию на леорике кайф стоять если еще подсопорчивают что от зон есть есть просто фри крипы вы фармливаете свои артефакты берете армлет дайгер и поехала армлет дайгер мы поехали все круто надеюсь эта игра будет 5 на 5 потому что устал я писать эти игры когда просто почему-то по каким-то блин непонятным причинам постоянно выходят с игр это жесть просто по каким-то непонятным причинам у ребят либо интернет либо сверху я не знаю но устал я 4 на 4 играете писать 5 на 5 само то вот прошлая карточка была 5 на 5 сейчас надеюсь тоже будет 5 на 5 а в кью 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 так вл будет не знаю если вл будет фармить будет очень плохо что берем станчик пусть тролль идет ой тролль пусть огур огур пусть идет не заберем тут я тут один можно сказать химику отдали руна это плохо это плохо ладно возвращаясь на линии у нас будет на линии воед 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 на линию будет это хорошо это хорошо где-то вперед выпустим пусть идет на войну первым пусть линия будет у меня под ногами а с ух уж эти воеды о еще и сунг кунг а вот сам кингом будут действительно проблемы если он будет через третий будет под станчиками а да да вот так вот именно вот так вот именно молодец агрессивный санкин походу будет сейчас не крипов бы еще подобивать тут хорошо хорошо а чё за наглость такая я не понял чё вы собрались со мной делать я умер тут лол просто меня под тавером убили молодцы окей гоу молодцы просто зашли не знаю так в наглую причем тавер даже ну они не нажимали на меня санкин потом нажал как-то зайди посмотри агрессивно они походу будут меня тут душить очень агрессивно но ничего страшно 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 она мне щиток нужен тут не знаю у меня уже пол хп просто санкинг дал две дычки стан его это ничего не стоит а для меня это прям чревато я откину стан но не знаю почему это поможет там еще санстрайк сейчас будет под ногу хорошо фб под тавером все такой тупой на словаре сиди чел что же просто блевать хочется с него печально так ладно есть у нас сапог хотя бы начало конечно не актив я просил от саппортить поэл мне нужен тут вэл бы звонил было бы намного лучше куры нет ладно пофиг пофиг будем пытаться как-то так выиграть был 3 санкинг причем такой чел и тупо знаете там фарм забирает а тупо как бы ну пытается аккуратненько что там крипчиков отзонить меня отзонить почему так он идет стан давать пацан прикольно да он ему фарм отдает реле войну саппорте у меня такое такие привилегии у меня уже давно имелись в игре ну неплохо 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 не будем бить по идее не умирает хорошо хорошо ах отразил инициалку прикиньте только не забашь меня это не ой да ладно какого хрена что вы тут делаете против сулари олик его река ну вот серьезно 3 на низу окей 3 на низу хорошо сейчас лордар напишу что как-то ты умер против троих интересно блин ну вот это жестко реле ну что это за хейт такой я вот это вообще не берем вот так вот ребят это единственное что будет нам пытаться помогать это жесть ну блин я же убивал и уходил там просто ну по факту войда забрал бы вышел блин обидно обидно такие моменты почему так получается я не понимаю ну ребята играют наперед как будто как будто умеют доту плейт показывают хорошую профессиональную доту давайте линию запушим а у меня все очень плохо 25 крипов но типа в 50 я кинусь но у меня 2 смерти 2 смерти это минус 500 золота то есть все мои крипы которые там у меня сейчас 10 крипов где-то примерно вот она и все вот она весь мой фарм которого нету друзья поэтому важно не умирать на ранней стадии чтобы были ранние артефакты как можно быстрее а чё бы он весь не зашел молодец зашел уже мог откатить тупо тупо мог откатить но захотел он захотел просто принять его я в лес не смогу кстати уйти у меня тут в лесу парень долбит они час зато 6 левел ребят сейчас чуть-чуть приоденемся будем чуть поагрессивнее все будет получаться первые первые вот эти смерти они решают конечно но это начало игры тут все может происходить случайности от команды к сожалению пока помощи не сильно много но ничего страшно перетерпим друзья перетерпим главное верить и души главное чтоб игра была 5 на 5 я хочу игру 5 на 5 то на гайдах постоянно игры какие-то кривые файзы что легион иллюзионистские долине от пушим а линию меня от пушим все равно не задушишь не задушишь 6 не задушишь он прокачал ябик будет замедление 263 мальса под замедлом пойдемте на изи к м что происходит в л там пошел гулять нормально изи крепочки сказаться побежал знает куда бежать как будто знаете сидеть с мобхаком такой маленький маленький жуток такой вот это значит и на кэм пойду потому что мне больше некуда этим молодец шарит шарит парень видно видно что пацан это пом подписчик даже можно товар попросить чтоб меня бил но меня просто втроем в четвером меня прессингует я хз ребят меня в четвером прессингует по товара я не знаю почему 4 на низу почему на низу 4 можно вопрос задать почему почему вы все на низ идете вы чё в четвером идут все на низ линья что такая важная цель с лордара убиваете он full free стоит это же есть ребят закрой рот свой мусор 6 50 такие чем стоит там на full free кайфует что-то такое почему все на низ идут это жесть какая-то жесть я не знаю ребят что с этой игрой но это по моему поломанная игра хоббер не успел с видим часа 5 из видели вот этого гу хорошим амплификацию кину можно крипов не бить пацан крипов стоит бьет тупо подошел кинул амплификации не бежит на гостей крипов лупит еще рот раскрывает блин бесит ребят я не хочу чтобы такие негативные катки видели но это жесть я не знаю почему медом намазан на низу у них они идут просто на низ и дерутся товар почти упал почти упал товар в армлета дефолтные друзья отчет 131 стартуем плохой старт очень но а шо делать шо делать лохов говорит чувствует потому что пришел фарм забирать айка пуске рогти шутки айка пуске ничего на топайте свапнуться линии он шоу меня с линии вытеснил просто ходу надо свапаться химик на топе но химика тоже все плохо его на линию будем драться сейчас будем знаете что играть перри фарме соседа игра такая есть а просто авто отдачно сладо ричал и все просто тупо авто отдачи и все хорошо просто авто отдачи начал вообще не напрягается у нас почти есть трес к в лесочек бахнем погнали лес фармить линия сильно запущена сладар пришел я в принципе артефакты хуже чем у сладар у сладара full free вообще куда блин ребят я знаю вас это бесит но я это ну ничего не могу сделать с этим с вот этими лагами потому что мой провайдер который предоставляет не интернет безответственное чмо просто которое к сожалению ничего не может исправить это называется деньги плати и главное мы там у чего-нибудь интернет какой-нибудь тебе там включу это неправильно нужно блин платишь хорошие деньги за интернета объемом вперед заберет хорошо платишь денежку ребят чтобы интернет был хорошая она вот так вот периодически проседание вот эти вот бываю к сожалению ребят прошу простить меня так чё там почти армлет езда 150 золотишко есть армлет уже будем до товар на кто клик не нажал печаль можно было нажать уже север пришлось лесочек уйти флагдар мог убить его стандарт захотел на характере так сказать как говорится так у нас есть трес можно воспользоваться можно воспользоваться но есть еще и армлет армлетом так вообще пользоваться на ура хорошо отлично вот так армлету съесть да блин такой добраться шеф происходит а сай капом что происходит с играми парень стоит у фри залагал отлагал это радует продолжается игра у нас продолжается так но лес опять зафармили лес зафармили краша по земле и летс гоу а там омник тп 6 на критон сейчас убьем надо омника желать хорошо задушина задушина чабрадик выйдем хочу радиенс сразу айс хорошо срогу . девочки google группы поддержки умники которые хилят крипов станут кинул все я ушел тебя отдам я пошел лес я пошел лес алхимика ничего пока нету радует пойдет хорошо не забрали чувствуется что команда сейчас у нас сплочилась более активно начала совместки душить молодцы но напряжно было прям когда под тавером десятером слушают парни так ну и есть почти один из тела был нужно начинать разменивать пресс хотя бы чуть 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 разменять есть такая тема погнали на низ дальше лего идет на низ хорошо полторашечка имеется спасибо за подписку продолжаем можно ты пашку ребят в этой пашке кто там огур на топе идет фармить огур 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 дай брат по фармить а риус на спасибо бро спасибо молодец огур понимает оставил фарм просто мог стоять добивает вас хитить такое нужно поощрять так на миду у нас два героя на топе максимум будет алхимик и максимум войдет это купол плюс стан и баши этот силы так ацет тут алхимик тут для не добил хорошо сейчас важен принципе каждый крип нам рили потому что закрыт выходить на двадцатый должны закрыт купить нужна драка будет драк хорошая умеет пойду зайду зайду в нагло сейчас есть хорошо лично и похилять будешь застанился застанился ах я все равно зашел хорошо давай давай хорошо хорошо даже рез они потеряли у это что ли конечно конечно суета ты что 3 500 имеем 3 500 имеем 3 600 а будет сокрыт будет пушечка 3 800 имеем ребят сокрыт нормально улучшили тайминг на одну минуту с помощью этой драки плюс товар друзья и это это очень хорошо покупаем сокрыт фармами радик и выходим тагер и пойдем актарина гоним сделаем я думаю будет интересно посмотреть на такое не не подумайте что его просто так мучу просто чем ну вообще не впитывает нифига информацию не понимает почему я ему мут даю что он сидит балаболит начинает моралить при том что нурили вчетвером на низ очень странно увы делали ребята зачем то зачем вчетвером на низ эти просто парни рофлят походу почти есть радик можно подраться тоже рейс есть можно за топ сейчас пойти подраться и гг хорошо гаунамид к крипам умник лего латарс стана все заберут по идее да заберут вдвоем заберут неужели будет баланс на 5 на 5 хорошая интересная игра это радует так 1к есть 300 золота вот здесь сейчас соберем 250 ооо тдшка аогр ботался базару 0 оставляем уважаем своих союзников друзья поэтому нужно идти на уступки огар ко мне на уступки пошел на топе я ему в любом случае это верну в пределах игрового процесса он сделал все очень адекватно нужно держаться этого плана так почти есть радик радик будет можно будет покушать пойти не поставлю паузы напишу пацаны я пошел кушать хорошо крит 800 гоу драку гоу 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 на рейсе сейчас как раз радик будет там радику химик или нет или да или нет мы тут проиграем драку хотя если вот этого пацана убьем промах промах я пацана там помой там емп где емппт на импп успеваю не успеваю а все равно по моему не хватило бы емпп он простанил под емпп еще стан я не успел не успел переключить пт но по моему там маны 2 3 не хватило бы чтобы пережить емпп вот ну реально емпп это единственное что тут будет накалять но это первое время сейчас опять таки радика не дождался ну вот пошли vão сфидили сфидили ребят сфидили Но мне кажется, блин, не знаю Вот ПТ в такой ситуации Ну, может быть и хватило бы, но не уверен Не уверен Давайте сделаем вот так вот Не уверен Его на топе заберем Вот это вот делегация, так сказать Печально Ну, может быть, решила, но не факт Данная ситуация такая Сомнительная Сомнительная Ситуация Что, ты меня убить хочешь? Он меня может убить, если тупо задрачить будет Пойдет Хилимся, живем Не, рез есть все равно Рез есть Со страйка ждем еще одного У меня 250 хп уже Все, 450 хп этого хватит 450 хп хватит, чтобы Выжить от со страйка Ну, я и так в любом случае выживаю Просто Чтобы не умереть, рез лишний И спалить Будет хорошо Все Так, какие криты Блин, я так кайфую с его критов, ребят Напишите в комментариях Кто кайфует с критов Леорика Это класс Леорика криты Прям божественные Даггер надо, ребят Даггером С даггером будет поприятнее Хорошо Есть рез Манка будет, если что Хорошо Успел Я долго, я не на микрил Если бы я промикрил Сразу бы сделаю Гоу, пилить его Слишком жирный Гоу к ребятам Хорошо, отойти Помогай, че Отойти Могли, кстати Слардар Че боишься Можем же Слардар Как дела Помогай Мы можем выиграть Тут драку Слардарчик Че-то как-то боится Алхимика Только ульта падает Сразу прыгаешь У него Алхимик умирает Амплификация Минус лицо Нормально Хорошая драка Тем не менее Ребят Один фражочек Вроде мы забрали Или нет Сути не имеет Главное, что мы в плюсе В любом случае При любой При любой погоде Мы в плюсе Погнали по лесу Вот так пройдем В круговую Есть у нас Даггер Сейчас будем Покупать Солбустер Слардар Пусть дамаж Сделано Пушечкой Вот этот Кэмп Стакнем Хорошо Хорошо Шестнадцатый Имеем Хорошо Шестнадцатый Имеем Ждем Реса Минута Еще Еще Минуту Иго Тушить Отреса Будем сейчас Играть Лерик С роденцем Это круто Хорошо Чисто Фуловый Чисто Фуловый Еще Триста Можно Сразу Вагоним Кстати Выйти Тупо Хорошо КД КД Рес Еще Рес Еще КД Ребят 20 секунд Жалко Нельзя указать КД Рес Надо Сюда Мониторить Именно Это Конечно Мне Не Нравится Такое Локер Четыре Секунды Та-та-ра Хорошо Го Го Вообще Изи Го Они Сами К нам Идут Локер Не Видит Хорош Отлично А так Хорош Плюс Оно Хорош Берите Хорошо Одинка Сейчас Возьмем Агоним Потом Октарин Ребят Быстрый Рез Топорик Продадим Ребятки Там Не могут Удержаться Идут Драться Омник Идет Идет Но Омник Умрет Взорвут Омника Это Афид Контора Парни Рассветывались Просто Расслабились Рассредоточились Сторону Снести Да Давайте Попробуем Будет Кнопки Сливать Пойдет В Мне кажется Мы тут Алхимик Там Еще Будет Драка Кину Подсоявлять Буду Без маны Останусь Хорошо У меня еще Маме много А включится Ой Ой Не включил Сорб КГ Шичком Омника Надо Ребят Хорошая Драка Я умер Да Ой Сонстрайк Какой Ой Сонстрайк Какой Все Сонстрайк Лакрити А у Гракса Не покупал Да А есть Гракса Хорошо Есть Аганим У меня К нему Тотальный Негатив К этому Челу Если честно Такой Балабол Чисто Кнопочный А на Автоатаке Фармит Всю От таких Людей Оскорбления Не принимаются А то Как под Тавром Сфидил Как не Сфидил Да блин Ты зайди Посмотри Посмотреть Видел Там По Тавру Стой Ля Хорошо Засейвал Походу Да Или Засейвал Найс Клт Ой Ну Вовремя Да Я Как обычно Прыгаю Даггером Даю Стан И все Я Повис Неплохо 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 Да Неплохо Залагал Очнулся Враг Имеем Сейчас Факторин Выйдем Выйдем Я не пойду Хочу Артефакт Собрать Так Рез Каждый 40 секунд Будет Да По идее Там Как Купол 45 секунд Рез Жестко Сюда Выйдем Слушали Звук Это Знаете Такое Ну Как будто В крипт Нажал Чтобы Кто-то Зашел Ну вот Поняли Когда Не Занежить Играешь Там В крипт И заходишь Там Такой Же Звук Вот Как Вот Этот Крип И Этот Крипт Должен Как Него Заходишь Такой Звук Почти Имеем Соу Есть Бустер Хоть Там БКБ Огоним Хорошо Соу Бустер Имеем Такой Чуть Не Да У нас Ща Никто Не Сдох С Огонимом Ща Никто Не Сдох Огонимом Надо Чтобы Сдох Под Огонимом Кокер Идет На Тора На Но У меня Мана Щас Будет Столько Что Мне Просто С Емп Не Сожжет Никто Табли Пацан Хорошо Он Хорош Еще Фатал Кину Я Тут Один Да Плохо У У Фуловы Я Фуловы Но Ненадолго Эх Погиб Я Еще Вот Так Вот Сделаем Ну И Посмертно Пойдет Пойдет Зато славдар Фармит Пойдет Посмертный Триплкил Такой Нормально Сейчас будет Докторин Будет Прикольно Еще Рефреш Знаете Сделать Типа Вот Сейчас Это Вообще Невозможно Убить Будет Я Буду Просто Рефреш Да Сейчас Наверное Так и Сделаем Прикольно 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 Выглядит Сет Радик Пилит Еще Бегает Что-то Ну Что ты ждешь Потом Продать Как и Огр Огр Тоже Может Продавать Агоним Так и Остается 7 слотов Можно так Сделать Прикольно Посмертно Такой Посмертный Триплкил Начинает А у него Молния Я думал Огоним Да Прям Пензиарит Бежит Поехали Поехали У меня Еще Получается Смотрите Сколько Один Слот Один Слот Два Слота Еще Можно Будет Рефреш Еще Что Непустим Керас Керас Не Дэмэдж Не Будет Просто Керас Надо Дэмэдж Какой Пятером Соберемся Ой Как мы Задушены Молнию Можно Сделать Очень Много Будет Дэмэдж Прям Именно Молния В таком Билде Да Молния Наверное Сделаем Место Ормлета Будет Большой Атак Спит Савис Тектарин 40 секунд Будем Резаться Сейчас Будет Дискотека Хорош Ле Вы видели Жастко Я станы могу Спамить Зато Когда Хочу Сколько Хочу Го 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 Душа Замедление Какое Эх Не успел Я еще Живу Хорошо Я буду Драться Не успел Станов Кинуть Хорош 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 Три 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 Нажали Надо Уходить Они Скорее Есть Вижен Три Я Буду Это Так Спит Повыше И Продать Можно Будет Игони Жесть Сколько У меня ХП Погнали Ребят Комбраться Крифчиков Смолотим Все Погнали Подавры Умрет Нормально Будет Хорошо Огр Еще Живой Брат Импакт Ай Хорош Вот Импакт Пошел Импакт Пошел Рагби Да Рагби Знаю Что Делать Молодцы Вот Это Я Понимаю Импакт Это Что-то Новенькое Это Что-то Новенькое Это Я Понимаю Гомит Все Это Я Понимаю Горит На Перед Тулькой Это Я Понимаю Так Есть Молния Все Хорош До До Свидания На Пушин Пушин Просто Ля Мана Бесконечная Станом Можно Спамить Как Кайф Такой Билд Это Конечно Что-то Новенькое Необычное Сейчас Огоним Еще Продадим Купим Еще Что-нибудь Можно Вообще Собирать Что-нибудь Магическое Тупо Если Мы Идем Октарин Радиенс Можно Что-то Еще Такое Мэджикал Собирать Это Будет Тоже Круто Догон Нет Но Хотя Возможно Догон Зайдет Потому Что Типа Смысл Такой Что Мы Живем С 3 К ХП Типа Мы Можем Еще Что-то На ХП Звать По Скайде Знаете Чтобы Пить Просто Про Микри Сейчас Это Плохо Будет Сейчас Надеремся Нормально Нормально Для Сколько Меня Убивают Говорят Его Невозможно Убить Машина Чисто Говорят Его Невозможно Убить Купол Поставил Ору 40 секунд Резда Сейчас 40 секунд Подкатиться Можно Подраться Лаги Говорит Понимаю Ну Бывает Не Бывает Рили Не Че Тут Сказать Хорошо У Меня Тоже Лагает Тоже Лагал Хорошо У Нас Есть Уже Рез Рез Уже Есть Отлично 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 Какой же мусор на слордаре Резда Больно Больно Осознавать Жаль Мута Я не смогу Ужидать Ему Примута Я ему Давал А могу Дать Бери Не за обузили немножечко как обычно как обычно так ну что поехали 3 600 хп жиробасики поехали помогать поехали попаемся поехала поехала но ты куда ты куда брат держи опа рез есть одного парня резнули у меня пафнул молодец слушайте но это на вставочку по-любому ну потому что такие блин такой геймплей это что-то новенькое необычно меня невозможно убить я невозможно убить просто у меня две тысячи маны просто я настолько жирный я просто 2000 ман просто 2 команды добрый вечер и сюда и сюда он брат брать их погнали жесть вот это реально вот это какой-то годный уже контент я понимаю интересная игра не сажешь ты мне маны там даже у меня там две тысячи маны даже интересно как против пятерых будет они меня просто не могут убить посмотрите на меня сколько у меня хитпоинтов я регенюсь просто по кд я просто по кд регенюсь все скайди еще дополнительные нормально брат я помогу армора правда нету под отцы нам сейчас тяжело будет трон падает нормально это фаново вот это я понимаю сейчас я уже умер 40 секунд я тут не проживу а я тут скорее всего наконец-таки наконец-таки они убили меня лирик еще живой братан или у реки же ах выжился нормально так гол гиперстон еще купил нормально ребята пока не сломаю начала фк стоит крип чисто нормально неплохой геймплей ребят получается реально интересный но я доволен от этого геймплея который сейчас происходит убить не могут просто просто убить не могут в команде вообще шансов нет такой леорик прям его не зафокусить ничего с ним не сделать реле он очень приставучий тяжело контриться тяжело контриться тяжело контриться такой леорик ну начало было тяжелое но конец как говорится полегче пойдет все хорошо закупились мы чем он шар до кучи ребят до кучи моншар купили ну что ж тут на самом деле сейчас нужно будет пойти в last fight уже и на самом деле попрошу вас написать реально какой билд для вас интереснее получился то есть такое вот это через радиенс он агоним акторин это реально прикольная тема потому что но вы сами все видите просто ну вот в драке если так меня вообще ну не могут убить и могут плюс леса респа 40 секунд это реально очень мало очень мало вайс лордар мы в тебя верим вай босс он унижен просто босс он унижен нас лордаре давай живи живи ой молодец а босс он унижен сильный слордар так что поехали 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 единственном таком билде немного не хватает армора у скади скади чтобы тупо душить за замедло там замедление складывается и очень много вообще лох я а то что он уже минут 30 афк то ничего хорошо поехали папа вниз он идут и спушит при помощи сделаем я хочу файт если честно не хочу хочется чтобы они в трон там шли а химик то тут вообще о так то есть к под ногами войска накажем он кто-то резнулся у меня там лего вот этого пацана душем беремся для там инвокер сейчас умрет просто но я просто сейчас умрю о это кажись еще келочек не могу дай убью еще големчики молнию накинул и убьешь ты меня убьешь ты меня тем более под големами молодец не должен уходить стопа это гигану големы еще кстати это жесть чё за тип он закидывает големы големов закидывает страшно но у меня уже сейчас резку сейчас резку ребят но на этом гг катка увенчалась успехом очень интересный билд рекомендую попробовать каждому кто играет дотку это реально очень прикольный билд не знаю пусть чё хотите говорите но это реально годно реально годный билд так ну что ж бкб а пойдет бро я закину стана и я хрестнулся ну задушим задушим так что вот такая друзья игра у нас вышла ну что ж на этом все с вами был xanazos друзья подписывайтесь на канал смотрите новые видосики смотрите старые пересмотрите на кого есть гайды на кого нет не забывайте что контента много но и в принципе на этом все друзья удачи подписывайтесь на канал